Привет, меня зовут Медиа Берд, я главный редактор журнала Calvert. Я надеюсь, что многие вы знаете о том, что это журнал, который посвящен изучению культуры и творчества России, Восточной Европы, Балканских стран, Центральной Азии. И мы определяем эту часть мира как Новый Восток. Большое спасибо, что пригласили меня сюда, я с удовольствием вернулась в этот город еще раз. Сегодня я буду говорить с вами о городах Нового Востока и именно о том, как вы, как журналисты, писатели или жители могут писать о городе, о том, как мы это делаем в нашем журнале Calvert. Если вы знаете Calvert Journal, то вы знаете, что он был основан в 2013 году. И если вы читаете с самого начала, вы знаете, что мы не изначально писали не только о Востоке, мы писали только о креативности России. Когда мы основали наш журнал, мы стали говорить о проблемах, которые интересуют нас до сегодня. В медиа на английском языке довольно мало освещается вопросов, связанных с Россией. Казалось, что там даже не было никакого места для статей или публикаций, которые были бы не посвящены политике, а были бы посвящены каким-то другим темам. Конечно, это очень важная тема и в Москве. И я тогда писала только о Таяне. Появляются новые. Конечно, очень важно, чтобы люди знали о том, какие решения принимаются на политическом уровне, ведь они влияют на жизнь людей. Но в то же время я поняла, что в таких крупных журналах нет места для публикации о искусстве или о культуре. Но давайте зададимся вопросом, как культура общества или культура страны изменяется, реорганизуется, и как она связана с большими политическими решениями. Кажется, что эти решения очень далеки от наших жизней, однако на самом деле они непосредственно влияют на наш образ жизни. Давайте ответим на вопрос, как люди креативно отвечают на изменения современного мира. Журнал «Каверт» был основан для того, чтобы рассказать о креативном ландшафте, для того, чтобы рассказать о молодых людях, которые создают новые индустрии. Это и фэшн, и урбанизм, и мода, и как они привносят новую культурную ценность в нашу жизнь. И вот, когда мы начали работать над этими статьями, мы познакомились с совершенно новой эстетикой. И вы знаете, тогда в основных публикациях на Западе об этом ничего не писали. Многие известные фотографы приезжали в Санкт-Петербург, многие из них даже решили приехать сюда и остаться здесь. И многие из них решили снимать именно не центр города, а его окраины. Их это вдохновляло. И вы знаете, на Западе было сложно найти людей, которым было бы интересно посмотреть на вот эти районы. Но они просто огромные. Многие говорили о том, что это социальная эксклюзия, но на самом деле фотографы вдохновляли нас. И фотографы снимали окраины по-своему. Здесь вы можете увидеть работы. Они очень личные. И посмотрите, какой личный взгляд художника Александра Гонский, например. Еще один человек. Еще один фотограф. Его работы довольно-таки классические. Посмотрите на композицию работы. Они очень похожи на классические картины. А здесь более сюрреалистические работы. Они отличаются от других. Но все они вдохновляют нас. А художников при этом вдохновили именно окраины. Посмотрите на эти ужасные строения. Они некрасивые. Я не говорю о том, что они некрасивые в смысле архитектуры. Я просто говорю, что они ужасные или некрасивые по-своему. Они как униформы. Они одинаковые. Они везде одно и то же. Однако и здесь можно найти вдохновение. И вот так фотографы представили Россию. Россию, которую раньше никто никогда не видел. Фотографы попытались представить Россию во всех ее несовершенствах. Во всех ее деталях. Представили совершенно новую эстетику, которая внезапно стала популярна на Западе. Это заброшенные заводы. Это большие окраины. Это высокие дома. Это необычный интерьер помещений. Сегодня, возможно, вам кажется, что все это нормально. Но когда-то для западных стран это было чем-то совершенно новым. Это необычная красота. Это не та красота, к которой мы привыкли. Но мы представили ее в средствах массовой информации. Мы привыкли о том, что на Западе эстетика – это нечто красивое. Это красиво подсвеченные вечером города, например. А это нечто совершенно другое. И вот в последние годы все больше и больше на Западе пишут о русских окраинах. И даже появились гиды, которые вводят там экскурсии. Есть дизайнеры, которые вдохновляются в своих работах именно окраинами. Люди рассказывают о граффити на стенах, о этих высоких зданиях на окраинах. Это тоже Россия. И после того, как мы написали этот отчет, нас написали эссе. И мы увидели, что в медиа люди стали воспринимать Россию по-другому и избавились от старых стереотипов. Я много жила и работала в России. И могу сказать, что существует некая фрустрация. Фрустрация того, как вашу страну понимают на Западе. Очень много стереотипов. Или культурные стереотипы. Или какие-то другие. Люди говорят, это Путин, это Пушкин. Это фотографии с собора святого Исаакия Далманского. Но на самом деле есть больше тем, о которых можно говорить, когда дело касается России. Российскую культуру любят и обожают по всему миру. Это не только работы Анны Ахматовой или Пушкина, которые, конечно, представляют вашу классическую культуру. Есть и новые работы. Новые фотографы. Они представляют, как выглядят новые города и что вдохновляет нас. Эти фотографы представили кое-что совершенно новое. Это были не только фотографы, это были дизайнеры, это были художники. Люди культурных профессий, которые были готовы открыться чему-то новому. И через несколько лет, после того, как мы писали только о России, мы решили, что нужно рассказать о Новом Востоке. Это регион, целый регион мира, который раньше даже не назывался Новым Востоком. Новый Восток – это термин, который мы придумали. Это бывшая территория СССР, это Балканы, это Восточная Европа. В Балканах тоже было коммунистическое правительство, правило довольно много лет. И мы должны понять, что каждая страна прошла свой собственный культурный и исторический путь. Но есть огромное количество вещей, которые связывают эти страны Востока. Например, то, что у людей не было возможности выражаться свободно даже в культуре. Мы задавали много вопросов. Мы хотели уйти от понятий прошлого и вместо прошлого говорить о настоящем. Возможно, вы слышали такие слова, как «бывший блок СССР», «бывший блок восточных европейских стран». Это старые термины, но мы не хотели использовать старые термины, говоря о том, что такое этот регион сегодня. Здесь есть некоторые противоречия. И люди видят, что этот регион действительно меняется. Если мы говорим о Восточной Европе, о постсоветском пространстве, то у людей уже возникают определенные предрассудки в голове. Поэтому в журнале «Калверт» мы пытаемся осветить именно новый Восток. Мы пытаемся представить новых дизайнеров, новых деятелей культуры. Мы хотим рассказать, кто они такие, рассказать о них англоговорящей аудитории. Итак, наш журнал стал концентрироваться все больше и больше на путешествиях. Мы хотели рассказать о местах, куда мы путешествовали. Но не только об этом. Мы хотели привлечь путешественников в эти города, потому что до настоящего момента постсоветское пространство не было популярно для путешественников. Но мне кажется, что Новый Восток – это такое богатое место с точки зрения культуры. Люди обязательно должны сюда приезжать. И если вы читаете журнал «Калверт», то вы можете увидеть, что мы пишем статьи, пишем эссе, пишем гиды по разным городам восточных стран, выкладываем фотографии. Я думаю, очень важно представить эти разные города и страны. Есть отдельные статьи, которые мы публикуем, но также мы публикуем отчеты о разных городах. И мы представляем здесь контент совершенно разный. Это и фильмы, и фотографии, и статьи, и так далее. Когда мы пишем о городе, недостаточно просто представить цифры и факты. Потому что, когда вы приезжаете в город или если вы живете в городе, у вас возникают отношения с городом на уровне чувств. И если вы смотрите на какую-то красивую архитектуру или ужасную архитектуру, вы что-то чувствуетесь. Возможно, вы чувствуете себя счастливым, возможно, вы ностальгируете о чем-то или чувствуете себя плохо. Если вы хорошо кушаете или плохо кушаете, у вас тоже возникают какие-то определенные чувства. Города — это больше, чем одна тема. Здесь много тем. Но когда вы пишете о городах, нужно показать не весь город целиком, а выбрать какую-то одну тему и привлечь аудиторию. Когда я много лет назад училась в Санкт-Петербурге, несколько месяцев проучилась здесь, в России, в Санкт-Петербурге, я была просто потрясена городом. Город был такой классический, такой европейский. А раньше я была в других российских городах, например, в Тамбове я была несколько месяцев. Можете представить, какой контраст у меня возник в голове, когда я приехала в Санкт-Петербург? Конечно, Москва намного старее Санкт-Петербурга, но я бы не сказала, что Москва — это классический город. Это не то, как понимают город европейские архитекторы. Это не совсем европейский город. И я начала писать о Санкт-Петербурге. Если бы тогда я начала писать о Петербурге, я бы писала не о классическом Санкт-Петербурге. Я писала бы о чем-то другом. Я писала бы о том, насколько отличается опыт проживания в Санкт-Петербурге от опыта проживания, например, в Тамбове или в других городах. Я совершенно по-новому испытала этот город. Я приехала сюда через несколько лет. Я увидела, насколько этот город классический, насколько он интересный. Я хотела посмотреть на современность Как выглядит современность в таком классическом городе, как Санкт-Петербург Пожалуй, это самый европейский, самый классический город России Где вы можете найти эту современность Вы нужно выбрать какой-то аспект города И когда вы его выбираете, вы понимаете, о чем нужно писать Потому что если вы не понимаете, о чем нужно писать Ваши писатели, ваши читатели и редакторы тоже не поймут, о чем вы хотели написать Поэтому мне кажется, что в настоящем отчете о городе Очень важно выбрать какую-то одну идею, которая объединяет ваши отчеты Конечно, видео – это прекрасное средство для того, чтобы рассказать о городе Можно снимать что-то, например, такое, как, например, видео из Будапешта Посмотрите на то, как пойман именно характер города Очень красиво Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще один пример хочу вам показать Это видео, которое было снято в Афинах Оно совершенно отличается от предыдущего Посмотрите, как оно выглядит Афинах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА There are open-air markets like this all around Athens, all around Greece. But this one in particular is your... You know, I like it, you know, because I like the area. It's a nice walk from my place here. You meet friends or, like, some nice cafes and rice restaurants. It says sex in the bar. It's alcoholic. I didn't know it was alcoholic. Very good. Very good. Quite strong. Most of the time, you basically don't order. The guy just, like, drinks stuff. Do you know what we're having? That's the joy of it. We'll just find out. That's the joy of it. This is, like, a mix to... What do you say it was? A little bit of a fire. A little bit of a fire. One swap with that. I swap that. With your experience, where do you see Athens and Greece moving forward to? I'm optimistic, although I'm terrified. It's not the kind of society that functions with rules. There are not rules. I suppose it's the same with Cuba. Yeah. Where they are poor, but they seem to be happy. They dance, they make love, they... I don't know. They know how to say... What are you doing this evening? I'm going to have something to eat. What are you doing? We're going to dinner. We're going to eat as well. Let's eat all together. Why not? So this restaurant is called Kukubaya. Pretty hard to get a table here. It's amazing. We have, like, stuff, like, all around Greece, but, you know, very twisted versions of, like, normal recipes, but also brand-new amazing ideas. Have you seen Tom? No. No. No? Tom? Come on! It's 10 to 3 in the morning. Yeah, it's 10 to 3 in the morning. Yeah, but it's 10 to 3 in the morning. It's 10 to 4 in the morning. It's 10 to 5 in the morning. It's 10 to 5 in the morning. So what time is not too early? So is she blocking tomorrow? None! I'd actually be interested to hear some of your thoughts. If you can come up with one word, say, that sums up what you think that that video is trying to do. What is this video? What is your feeling or what is your reaction? You can call it, if you want. One word, which is what is this video. Alkoholism, okay? Alkoholism? What else? Fun. 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 Много монументов. Возможно, вы думаете об экономическом кризисе, но на самом деле это видео посвящено не истории, оно рассказывает о современности города и о том, как можно в нем веселиться. И мы посмотрели видео из Будапешта и видео из Афин. Как вы видите, мы делаем такой проект, который называется «Письмо от». У нас есть разные форматы работы в журнале Calvert. Это самый свободный формат. Здесь можно писать о чем угодно, о Нагорном Карабахе, о новой выставке в Нижнем Архисе, о выступлениях Корейского театра в Сахалине и так далее. Здесь очень много разных тем, и можно писать о тех местах, которые вы посетили. Это может быть совершенно любая тема, все, что окружает вас. Сейчас, возможно, вы пошли в бар, услышали какую-то забавную историю, которая произошла во время каникул, и вы хотите рассказать об этом. Почему нет? Итак, первый отчет о городе. И наш раздел «Письмо от» был в Тбилиси. Что это за место, почему сейчас здесь вы видите контексты, почему мы вообще пишем о Тбилиси, почему мы посвящаем целое отчет о городе, всему этому городу. Очень важен журнализм людей. Это новый совершенно подход к журналистике. И именно поэтому мы и занимаемся такими форматами. Это совершенно свободный формат. Мы задаем какой-то вопрос, а ваши читатели могут сами отвечать на этот вопрос. «Письмо от» дает нам контекст города. Это дает нам информацию об исторических событиях, о том, что происходит в городе сейчас. И есть люди, которые заходят в этот раздел «Письмо от», и некоторые люди даже не знают о том, что это город за Тбилиси, где он находится. Иногда они даже не знают, о чем они будут читать. Но идея заключалась в том, чтобы рассказать о моде в Грузии изначально, чтобы показать Грузию на карте моды. И благодаря дизайнерам, благодаря нашим современникам мы стали писать о дизайнерах из Грузии, потому что там потрясающие таланты, которые создают великолепные коллекции, и многих из них люди совершенно не знают на Западе. И только благодаря вот таким публикациям международные медиа стали больше внимания уделять моде Тбилиси. И вот эта мода стала такой точкой, благодаря которой мы стали рассказывать об экспертах, о модельерах Тбилиси и Грузии. Здесь вы можете увидеть Тбилиси как столицу, не просто Грузии, а как столицу моды. И в городе много чего происходит, связанного с модой. Мы можем увидеть основных игроков мира моды. Когда мы писали о Будапеште, мы опять же сделали нечто подобное. Мы написали, почему мы заинтересованы в этом городе сейчас. Будапешт – это город, в котором очень много истории, но которому удается балансировать между прошлым и настоящим. Это динамичный город. Динамичный означает изменяющийся. Именно об этом мы хотели рассказать. Также мне кажется, что очень важно писать отчеты о городах, в которые вы включаете какие-то полезные советы. Что могут вынести ваши читатели, например, как провести 48 часов в Будапеште, что посмотреть, какие архитектурные здания, какие районы. Особенно интересно, куда стоит пойти. Вы можете рассказать о разных районах, какие люди там живут, какая там история. Расскажите о каком-то одном районе, например. И когда мы писали о Тбилиси, мы сделали список из 24 вещей, которыми нужно заняться, когда вы приезжаете в Тбилиси. Это не просто еда или просто напитки. Это было все, что угодно, совершенно разные темы. Просто чем можно заняться, если у вас есть свободное время в городе? Темы очень разные, но все это создает один образ жизни. И, конечно, как журналист, вы можете писать о разных темах, но когда вы даете какие-то советы людям, вы вносите свой вклад в понимание этого города вашими читателями. Конечно, вы можете рассказать о том, какие выставки можно посетить, в какие районы стоит идти. Вы можете рассказать людям о том, какой у вас вкус, ведь вкус определяет вас. Самое веселое, это, наверное, делать фотографии города или делать видео города, создавать такую визуальную картинку. С одной стороны, кажется, что это очень просто, но на самом деле это очень сложно. Как посмотреть на город глазами местного? Must look. Здесь вы можете увидеть, как работали фотографы из Грузии, какие работы они делали, насколько разнообразны их фотографии. Перспектива, ваша точка зрения, как института. Смотря на то, что я живу в России и много лет прожила в Москве и Санкт-Петербурге, я никогда не могу смотреть, видеть города наилучшим образом. Спасибо. У нас будет время на вопросы и ответы? Да, точно. Спасибо за выступление. Было очень интересно. Русскую современность представляют собой окраины городов. Это один из проектов, которым мы занимаемся. Да. И вот такое движение стало в последнее время очень популярным. Это отражается не только в фотографиях и в моде. Это отражается также и в кино, и в моде, и в других темах. Эстетик, показывать. Мы не говорим, что это правильно или неправильно, но смотреть на нашу окружающую среду и на наши города с разных точек зрения. Вот основная идея. Потому что есть ключ. Хотела послушать, что там написано. И почитать. Как вам пришла в голову идея показать Россию вот с такой необычной точки зрения? А вы о какой точке зрения говорите? Вот этот проект или вообще журнал «Карлверд»? Ну, вы же не концентрировались на классической культуре России. Вы говорили о динамике, о динамизме. Почему? Почему так? Итак, мы поняли, что в России так много происходит всего, и никто об этом не пишет. И я уже сказала, что в западных СМИ есть такое восприятие России через стереотипы о том, что это страна, связанная с прошлым. Но мы хотели рассказать о современности и рассказать о том, что происходит сейчас в России. Вы хотите разрушить классические стереотипы? Нет, не совсем. Проблема в стереотипах заключается не в том, что они неправильны, а в том, что они неполны. Они не дают существу. Скрывается сознание. Они намного дуру. Что вы можете сказать о вашем собственном опыте проживания в России, особенно в Тамбове? Ну, Тамбов – это первый город, куда я приехала в Россию. Ого. Да, я приехала туда, я тогда по-русски ни слова не знала, ни читала, ни говорила. Я быстро должна была выучить русский язык. Я познакомилась с потрясающими людьми, они до сих пор мои друзья. И они очень отличались от моих друзей в моей стране. Они были очень... Вообще возвращаться в Россию после вашего опыта проживания в Тамбове. Нет, потому что если вы пережили Тамбов, вы хоть что переживете. Вопрос такой. Какова финансовая структура вашего журнала, Calvert Forum, Calvert Journal? Есть ли какие-то инвестиции? Или вы из каких-то других источников получаете деньги? У нас есть разные источники доходов. У нас есть инвесторы, которые оплачивают наши зарплаты. У нас есть работа, основанная на проектах. Например, в этом году мы проводили воркшопы по всей России, проводили разные программы. И это отчасти было оплачено правительство. Так что есть разные источники финансирования. Все зависит от конкретного проекта. Это вообще коммерческий проект? Нет, это не коммерческий проект. Было очень интересно посмотреть на то, как вы понимаете концепцию нового Запада. Я бы хотела поговорить об этом больше. Вы не думаете, что это как-то противостоит движению национализации и разделению культур? Потому что, мне кажется, сегодня это тема, о которой очень много говорят. Например, Украина хочет вообще иметь совершенно другую культуру. Балканы тоже хотят иметь свою культуру. Каждая страна хочет быть отдельной и, по собственному мнению, понимает, что за культура у них там существует. Вы не думаете, что неправильно объединять все эти районы, все эти страны под одним термином Новый Восток? Ну, нужно же как-то говорить о мире. Если бы мы использовали вашу точку зрения, мы бы называли каждую отдельную страну после по названию и не очень понимали бы широкий контекст. Мне кажется, что широкий контекст очень важен. И очень важно понять, что есть историческая точка зрения связи между этими странами. Мы называем этот регион Новый Восток, но мы смотрим дальше. Да, есть исторические связи, но что это за страны сейчас? Куда мы движемся дальше? Я не думаю, что если мы называем весь регион каким-то словом, типа Новый Восток, например, то мы как-то все генерализируем. А вы не думаете, что вы создаете оппозицию с Западом? Вы говорите, что есть Новый Восток, Новый Восток, и противопоставляете это Старому Западу? Нет, я противопоставляю это бывшему Востоку, а не бывшему Западу или нынешнему Западу. Я уверена, что Надя будет время, чтобы задать вам вопросы в личном порядке. Может быть, лично, то я думаю, что это можно сделать. Мы продолжаем лекции и приглашаем сюда Соню Ультерман, главного редактора «Стрелка Магазин». Похлопайте, пожалуйста. Соня. Да, я бы хотела сказать маленький организационный момент. Если вы будете куда-то выходить, пожалуйста, не хлопайте дверьми, входными воротами и туалетами, чтобы не прерывать нашего лектора. Спасибо. Соня расскажет нам про экспертов, потому что «Стрелка Магазин» — это медиа, которая полностью базируется на экспертном мнении. Спасибо, Артем. Пожалуйста, Соня. Можно, в принципе, больше ничего не говорить. Можно, да? Всем привет. Вас очень много. Стараюсь перестать волноваться. Надеюсь, к третьему слайду у меня всего в четыре перестану. Я хотела, на самом деле, начать свой небольшой спич с еще одних аплодисментов Наде Бёрд. Мне кажется, что это очень важные проекты на английском языке, которые сейчас есть, и они меняют представление о том, в какое время мы живем. И this applause to you, Надя, again. Да, моя тема называется «Кто такие эксперты? Как с ними говорить?», и для того, чтобы объяснить, почему вообще я могу об этом говорить, я, наверное, должна рассказать, что такое медиа «Стрелка Магазин». Дело в том, что, на самом деле, мы появились примерно тогда же, когда появился институт «Стрелка», на сайте «Стрелка.ком» всегда был блог. И в этом блоге, как знаете, в любом блоге при институте или какой-нибудь библиотеке, или еще каком-нибудь любом заведении, были новости, в которых какой-нибудь сотрудник института рассказывал о том, что у нас вышла новая книжка, к нам пришли студенты, от нас ушли студенты. Ну, в общем, как часто это бывает, знаете, такой хаотичный блог, который читают в основном сами сотрудники, их друзья. И в общей сложности они составляют там 350 человек в месяц. И вот так вот летом 2014 года у нас появилась идея, что почему бы не попробовать рассказывать о том, что происходит внутри «Стрелки» не только самим себе, кто там работает, и нашим друзьям, а больше аудитории. Мы поняли, что помимо того, что у нас происходит, например, за 4 месяца более 250 мероприятий, и кроме как анонсов в соцсетях и анонсов в календаре, никто ничего о них больше не знает. Помимо того, что за 5 лет студенты сделали на тот момент уже более 150 исследований, и опять же о них никто не знает. В общем, есть контент, о нем можно рассказывать, и мы начали пробовать говорить о том, что делает институт, чуть более медийным языком. Это было лето, как вы, наверное, уже знаете, лето на «Стрелке», это каждый день просто звезды мировой сцены рассказывают о своих проектах, это архитектура, дизайн, медиа. И я просто ходила к ним и брала у них каждый день интервью, и постепенно на нашем блоге появлялись большие тексты с грандиозными экспертами. После этого мы поняли, что кроме тех, кто есть буквально у нас на площадке, вообще-то институт — это не только те, кто его делают, не только те, кто приглашены. Это еще некая экосистема, которая создана за 9 лет существования института, в нем есть экономисты, социологи и, я не знаю, историки, которым есть что сказать, и что можем попробовать выходить за эти рамки, за рамки того, что делает буквально институт. И, в принципе, никто из медиа больше так и не претендует на вот эту нишу профессионального медиа о городе, никто не претендует на такой глубокий анализ этих процессов. И мы решили уже осенью 2014 года, в октябре, что мы — журнал, мы журнал о том, как устроен современный город, о том, какие процессы внутри него происходят, и нам есть с кем об этом поговорить. Поэтому эксперты и экспертиза для нас стали таким, наверное, одним из китов, на котором мы жиждимся, если можно так сказать, и мы выработали некий подход к тому, кто такие эксперты, и я, пожалуй, о нем расскажу. Ну, в первую очередь мы решили идти от противного и отказались от подборок в стиле 10 книг, которые Стрелка Магазин считает важными. Или, я не знаю, 5 советов от Стрелка Магазин. Мы подумали о том, что медиа — это круто, но не стоит формулировать позицию на основании некого мнения редакции, потому что для того, чтобы сегодня завоевывать ваше внимание, нужны эксперты, нужны фильтры, которые будут выбирать из этого триллиона гигабайтов информации что-то самое важное, основанное на их профессиональном опыте. И поэтому даже маленькие форматы, например, мы придумали формат «Словарный запас», где мы разбирали каждую неделю, до сих пор разбираем какое-нибудь слово, которое кажется уже абсолютно всем понятным, и все его употребляют, но на самом деле, если спросить у троих людей, что они по поводу этого думают, будет три разных мнения. И мы пошли к экспертам, и каждую неделю мы находим какого-нибудь эксперта и разбираемся с ним в слове, я не знаю, бриф, джентрификация, кластер, агломерация и прочие наши любимые урбанистические дизайнерские словечки. И вот, например, здесь мы видим перед нами Родион Еремеев, это руководитель проекта высшей школы экономики и выпускник института «Стрелка». Полторы тысячи знаков, экспертное мнение, маленький формат, пожалуйста. Затем мы поняли, что у урбанистики вообще очень такой флер болтологии, согласны? Очень много критики о том, что, слушайте, урбанисты, конечно, все это очень важно, классно, но каждый раз вы обо всем болтаете, ничего не делаете, вообще кто вы такие, откуда вы взялись. И действительно, безусловно, особенно шесть лет назад не было толком ни образовательных учреждений, которые учат урбанистов, и сегодня у нас до сих пор есть проблемы с тем, что академически такой дисциплины, как урбанистика, нет. Но на самом деле городом занимаются не только те, кто называют себя урбанистами. Это аналитики, это антропологи, которые изучают то, как мы друг с другом разговариваем, почему. Это журналисты, которые за счет того, что способны интервьюировать людей на самые разные темы, могут делать некий культурный срез того, как мы живем. Это огромное количество специалистов, просто главное понять, кто из них вам нужен и зачем. Об этом я буду говорить дальше. Да, вот очень интересный момент. Очень часто, на самом деле, это еще одна проблемка, любая почта редакции просто падает от количества пресс-релизов от разных департаментов, с бесконечными новостями в стиле «мы ввели такие-то маршруты, введены новые законы». И первая профессиональная реакция такой редакции – это пойти за комментарием. И в следующий шаг ты пишешь какой-нибудь запрос в пресс-службу этого департамента, получаешь вежливый отказ о том, что у него очень много дел, или вообще ничего не получаешь, выпускаешь эту новость слепую, и так мы живем. На самом деле, для того, чтобы узнать какое-то мнение на тему каких-то нововведений в твоем городе, тебе не обязательно для этого разговаривать прямо с самим министром. У любого министра есть кабинет очень разговорчивых специалистов. Так мы узнали, например, что в департаменте транспорта есть классные наши ровесники, которые занимаются анализом больших данных, которые занимаются сбором данных. Им есть о чем рассказать, и они с радостью будут с вами разговаривать. И поверьте, они намного быстрее согласуют это со своей пиар-службой, чем любой министр, который, возможно, никогда не узнает о том, что вы прислали ему запрос. В какой-то момент, когда обращение к экспертам становится твоей рутиной, и каждый день примерно тебе нужно доставать этих экспертов, на самом деле появляется легкий беспорядок. Например, ты вот каждую неделю рассказываешь про какое-то слово, даешь, например, своему стажеру задание отправиться что-нибудь выяснить, он приходит к тебе с готовым текстом и говорит, вот, психолог рассказала нам там о том, что такое, не знаю, джентрификация, пусть будет так. И ты смотришь, это психолог, выучится на третьем курсе института, в принципе, она его подруга, и она отличница. Вот, и на этом все. Так не бывает, и у экспертов должны быть какие-то критерии, почему они эксперты. Потому что если каждый из нас будет экспертом, то, возможно, все это обесценится. И мы выбрали для себя три конкретных критерия, по которым мы определяем. Если мы говорим о какой-то научной сфере, у человека должна быть степень. Хотя бы магистр, в случае, если мы говорим о каких-то новых направлениях, например, я не знаю, это коммуникация, медиа. В России нет такой глубокой традиции, да, там, PHD в области медиа. Но, возможно, это хотя бы хоть какой-то критерий того, что человек хотя бы защитился уже два раза на эту тему, ему есть что сказать. Это уникальный опыт. Очень часто бывает, особенно в разговоре про город, что у тебя нет научной степени, но только ты попробовал сделать свою, я не знаю, первую лавку, и она стала самой популярной лавкой в парке. Только ты пробовал какие-то, не знаю, разные практики, я не знаю, ты объездил всю страну по самым интересным городским фестивалям, и поэтому ты становишься экспертом в этой теме, и это неоспоримый факт. И, ну, то есть, например, если ты просто побывал на концерте, то ты не эксперт по концертам, да, это понятно. И, наконец, это сильный практик, да, это, например, архитекторы, или это какие-то предприниматели, которые, возможно, не абсолютно уникальны, или у них, опять же, нет научной степени, зато они знают, как сделать что-то успешное, чтобы это работало. Поэтому история про предпринимателя из Кумертау, который открыл первую свою кофейню в городе на 60 тысяч человек, потому что ему некуда было водить девушку пить кофе, это для нас безусловная история успеха, и мы будем про нее писать. И если у вас тоже есть такие знакомые, которые сделали какие-то невероятные штуки, несмотря на какую-то дикую среду, пожалуйста, расскажите нам, и они станут обязательно героями для нашего журнала. Да, ну, повторять не буду, но на самом деле, даже если вы считаете, что та самая подруга суперэксперт, перепроверьте, лучше посоветуйтесь на планерке со своей редакцией, так это или нет. Итак, мы определились примерно с тем, кто такие эксперты, теперь все самое интересное – это работать с этими экспертами. На самом деле, это последний слайд, все довольно коротко, но очень часто нам кажется, что, в общем, одно только, например, факт того, что у тебя уже есть контакт, или того, что ты уже позвонил и поговорил, в принципе, достаточно. Ну, вообще-то нет. Вообще-то любой комментарий, даже если это 5 минут, это три этапа работы. Это подготовка к этому комментарию, это ориентировка на месте, это как ты его берешь, и это работа с текстом. Ну, я сейчас пробегусь быстренько по всем этапам, чтобы, в общем, закрепить материал. Итак, самое главное – это зачем вам этот эксперт? Причем это, как знаете, талантливые, я не знаю, талантливые агентства, которые создают для всех сайты, самые умные убеждают клиента иногда в том, что им этот сайт не нужен. То же самое с экспертами. Подумайте 300 раз, действительно ли любая тема, которую вы поднимаете, заслуживает этого внимания. Возможно, нет. Возможно, достаточно сделать из этого анонс в соцсетях. Или, возможно, достаточно сделать какую-то подборку из проектов, потому что, в принципе, об этом говорили уже тысячу раз. Самое главное – ответить себе на вопрос, зачем мне этот человек, и какой вопрос он решает в вашем материале. Затем вы готовитесь к этому эксперту. Даже если вы суперпрофессионалы, вам кажется, что я экономист, у меня 10-летний стаж, что я не поговорю с этим экономистом. Не поговоришь, чувак. Тебе придется реагировать на его ответы, они могут быть самыми неожиданными. Ты никогда не знаешь, чем человек занят сейчас, если ты не подготовишься. И самое главное, что мы живем в мире, где, возможно, он уже все сказал, что тебе было нужно другому журналисту, и это все есть в Google. Возможно, также он ответил на твой вопрос в Facebook. И зачем тогда вообще с ним разговаривать, если твой комментарий не уникален? Так вот, чтобы он был уникальным, погуглите, посидите. Не надо приходить к спикеру с фразой… Просто это сейчас кажется банальностью, но это продолжается, поверьте мне, на ежедневном уровне, когда первый вопрос – чем вы занимаетесь? Если ты задаешь этот вопрос, тебе можно вообще ответить что угодно. Ты ничего не знаешь об этом спикере, и он может сказать тебе что угодно. Попробуйте подготовить три уникальных вопроса. Это будет куда ценнее, чем разговаривать с ним о том, что и так можно узнать из Google. Список вопросов. Кажется, что опыт зашкаливает, и можно импровизировать. Иногда действительно так бывает, и, возможно, мы находимся, например, сегодня на конференции, вам очень захочется для кого-нибудь своего небольшого медиа или большого взять сейчас комментарий. Да, конечно, опыт позволяет задать какие-то первые вопросы. Но если только есть время, составьте этот список, составьте ваш костяк. Вам не обязательно идти по нему, но если вы будете знать концепцию, по которой вы разговариваете, поверьте, и вам из Питера будет очень комфортно. Не говоря уже о том, что сегодня в глобальном мире мы можем задавать вопросы любому человеку из любого города, из любой точки мира, эксперту всегда приятно увидеть список вопросов заранее, и это всегда возможность сделать наиболее плодотворный и эффективный разговор. Но, кстати, есть другая сторона медали, что частенько, особенно медийные очень эксперты, просят вас прислать вопросы заранее, и пишут вам, скорее даже его пресс-службы пишут вам ответ, потому что у них есть Q&A по всем их проектам. Вот лично я всегда борюсь с этой системой и говорю, да, я готова прислать такие вопросы, но предпочитаю поговорить по скайпу, по телефону, как угодно, потому что живая речь всегда уникальнее и интереснее, чем любой написанный текст. Итак, ориентировка на месте. Вот, казалось бы, у вас уже есть список вопросов, и все может быть четко, но нет. Во-первых, это тупо этикет, но не все спикеры такие храбрые, как вы, и их может смутить диктофон, поэтому будьте добры, уточните, всегда не смущает ли человека то, что вы пишете на диктофон. Более того, да, затем это будет в случае, если он обвинит вас в клевете, вы всегда сможете сказать, что вот у меня есть диктофонная запись, так что не удаляйте ее сразу после разговора. У вас есть блокнот и ручка, потому что если это интервью, которое длилось полтора часа, лучше записывать какие-то основные моменты, иначе вы будете потом редактору объяснять, что чувак, прости, я разговаривал полтора часа, поэтому три дня я расшифровывал текст. Если у тебя есть точный, примерно, тайминг каких-то самых важных вещей, которые он сказал, ты всегда можешь быстренько домотать до этого места и расшифровать уже непосредственно ту информацию, которая тебе нужна. Представьтесь, потратьте время на то, чтобы человеку дать выдохнуть. Я понимаю, что это немножко начинает быть похоже на MLP-тренинг, но если вы просто нападете на этого эксперта сразу с вопросами, поверьте, только к третьему, он, как я вот с третьим слайдом, так же он и только к третьему вопросу, в общем, разожмется. И поэтому, если вы пока ему скажете «Привет, ты стрелка-магазин», «Мы о том-то, о том-то, о том-то», «Нам не интересно это, интересно то», «А вот именно ты мне интересен, потому что кто как не ты», вы создадите дополнительную ценность для того, чтобы ему было комфортно говорить, сами немножечко расслабитесь, и ваш разговор будет намного более неформальным и свободным, и с потенциалом того, что вы услышите поистине что-то интересное, а не заученное им на автомате от нервов, и разговор польется веселее. Идите по списку, но внимательно слушайте. Это история про, во-первых, вы на то и журналист, а не социолог, да, и не робот, и он не заполняет анкету в школе «Твой любимый цвет». Поэтому для вас это план, это план анкетирования. Ему будет неприятно, если вы будете говорить после вопроса. Так, следующий вопрос. Как вы относитесь, секундочку. Нет, будьте добры, подготовьтесь так, чтобы человек чувствовал, что вы в теме. Да, у вас есть план, но если что, вы готовы от него отойти. Очень часто мы идем к спикерам, и в случае, если первых два пункта были успешно исполнены, человек начинает рассказывать неожиданную историю, поворачивается и рассказывать про какой-то старый проект, которым он давно забыл. Не нужно идти дальше по плану. Спросите про этот проект. Возможно, в нем есть тот ответ, которого вы не ожидали. Уйдите немножко в него, а дальше, если вы понимаете, что-то пошел перебор, и он рассказывает уже про свое детство и бабушку, попробуйте его вернуть. Учитесь возвращать этих спикеров, потому что люди разные, мы все говорим по-разному. Культура вообще, умение репрезентировать свои проекты – это отдельная тема для разговора. Ведите его, позволяйте при этом чувствовать свободу, и, возможно, у вас будет суперценный и классный комментарий. Проявляйте интеллект, но не переусердствуйте. Это моя любимая тема. Очень часто мы вспоминаем, что первое образование – это у меня историк, и он историк. Мне есть что сказать. И это очень смешно, потому что дальше ты видишь интервью, в котором жирненьким у меня выделен вопрос на 8 строчек, и дальше 3 строчки ответа с Питера, потому что, в принципе, журналист молодец, все сказал. Очень круто демонстрировать, что вы не школьник, который вообще ничего не понимает в теме блокчейна или архитектуры. Правильно почитать хотя бы 3 статьи и хотя бы не удивляться, если он называет какие-то большие имена, не говорить «А, Рэм Колхас?» Да-да, знаю. Почитайте немножко, если человек работал с Рэмом Колхасом, почитайте немножко хотя бы у нас на сайте статью, что такое блокчейн, если вы идете разговаривать со специалистом по блокчейну. Но не стоит показывать все свои знания. Все свои знания вы демонстрировали на экзаменах, на редакции, на планерке. Сейчас вам интересно слушать его и послушайте, пожалуйста, этого прекрасного спикера, которого вы почему-то позвонили, а не который позвонил вам. Прослушайте, но вовремя останавливайте. Я уже тоже сказала. Здесь еще очень важно. Есть такая абсолютная практика безусловного доверия к экспертам. Ну, вроде ты не знаешь, он-то точно знает. Будьте чуть-чуть умнее, идите чуть-чуть дальше. Любой спикер, у него всегда есть своя позиция, если он хороший спикер, а не просто транслятор чьих-то идей. И он всегда будет продавливать свою какую-то идею. У него, может быть, какие-то особые политические взгляды. Перепроверьте 300 раз, нет ли какого-то мнения, которое было бы оппозиции ему. Следите за тем, чтобы его комментарий, который закончится примерно каким-нибудь агитационным, в общем, восклицанием, как-то, в общем, его нужно держать в этих рамках и всегда думать о том, что ты знаешь чуть-чуть больше. Поверьте, ему тогда будет намного интереснее с вами разговаривать. И самое последнее, вот такой довольно щепетильный момент согласования. Могу сказать так. Когда вы становитесь в медиа с большим голосом, потому что вы уверены в том, что вы делаете, в принципе, можно согласовывать только самые маленькие детали и фактологию и не показывать текст полностью. Но если вы еще не так выросли, чтобы говорить, что мы не согласовываем тексты, потому что это наша позиция, я считаю, что согласование текста – это, во-первых, вежливость и лояльность этих экспертов. Мы потратили три года, чтобы убедить экспертов, что, в общем, мы сможем вас понять, и мы не перепутаем модернизм с модерном и так далее, потому что, к сожалению, очень часто бывает, в частности в России, что к медиа и к журналистам относятся либо к каким-то людям, которые не умеют читать, я не знаю почему, но согласуйте текст, согласуйте данные, согласуйте даты – это ваш профессиональный уровень, это ваша репутация. И, в общем, мне кажется, что уточнить в конце согласования намного приятнее, чем когда вы опубликуете текст, а он скажет вам, пожалуйста, снимите, я этого не говорил. И, наконец, казалось бы, вот я уже отправил, можно расшифровать и выпускать, но нет, есть работа с текстом. Как ни удивительно, вот вы можете посмотреть на первый вопрос и последний, на самом деле, они как будто бы в одном и том же, но после того, как вы взяли пять комментариев для своего текста, вы видите уже всю фактуру, которая у вас есть, и вы заново отвечаете на вопрос, отвечает ли текст, который я расшифровала из этого комментария, на тот вопрос, который я перед собой ставил. Не стоит ставить комментарий, несмотря на то, даже если он вам не нужен, ну как же так, я же с ним поговорил, вы его не обидите. Вы ему лучше позвоните и объясните свою позицию, в которой вы поймете, что, например, вы вдвоем работали с коллегой над текстом, и он уже поговорил об этом, и вам кажется, что его комментарии вы еще сможете использовать. Посмотрите, насколько этот текст встраивается в тело вашей статьи. Это такой же важный элемент, как подзаголовок, как, я не знаю, статистика. Это элемент статьи, это несамодостаточная какая-то вещь. Посмотрите, насколько это логично. Выстроите заново. Разговорная речь не равно литературная, понятно. Работайте с текстом. То, как я сейчас говорю, и то, каким образом можно расшифровать мою речь, это два абсолютно разных текста. Работайте с ним. Убирайте мои междометия, убирайте дурацкие повторы. Проверяйте, читайте вслух. Не относитесь к этому как к какому-то... Я таким образом покажу, какой он живой. Если у человека интересная конструкция, вы и так всегда это покажете. Если ваша цель показать, что человек не умеет разговаривать, я знала такие примеры, когда есть какое-то намеренное желание показать, что человек не может связать двух слов, безусловно, это шаг. Но очень часто бывает, что даже высокопоставленные... Это отдельная тема чиновники, но, возможно, даже уважаемые высокопоставленные даже преподаватели, он нервничал, он повторялся, и вот ты читаешь, и чувствуешь, что ты расшифровал этот текст и поставил его как бы, потому что он же профессор. Нет, любой профессор заговаривается и не согласовывает начало и конец предложения. Потратьте на это силы. Перечитайте еще раз, перечитайте этот комментарий своей маме, потому что другая проблема профессиональных медиа, и в частности наша... Ну, в общем, мы друг друга поняли. Это история про дизайнер, разговаривал с дизайнером, у них есть какие-то профессиональные события в их жизни, которые кажутся всем, безусловно, очень известными, и поэтому появляются вещи в стиле, ну, помнишь, как в 96-м? Нет, моя мама не помнит, моя широкая аудитория не помнит, я читаю этот комментарий, я его пропускаю и больше никогда не возвращаюсь к твоей статье, потому что ты рассказываешь о чем-то, о чем я не понимаю. Расшифруйте. Очень часто эти эксперты используют какие-то термины, всегда есть вставка, примечание, редакция. Расскажите, какой термин он использовал, или почему тот философ, на который он сослался, здесь уместен. Перезвоните, перезвоните эксперту и уточните у него, что он имел в виду. Вы всегда будете чувствовать себя намного увереннее, выпуская текст, с которым вы точно разобрались, чем текст, который вы ничего не поняли и просто поставили в нужном месте. В общем, на самом деле это все. Наверное, я уложилась во сколько, Артем? Слишком быстро, да? Все нормально. Все нормально, хорошо. Очень хочу сказать, что люди делают город, и эти люди очень разные, это разные эксперты. Над одним проектом всегда работают отдельно предприниматели, отдельно те, кто придумали проекты. Это не значит, что этот человек очень сильный маркетолог. У него наверняка есть свой маркетолог, поэтому обратитесь к нему. У любого архитектурного бюро всегда есть тот, кто отвечает за бизнес-проекты, тот, кто его проектирует, тот, кто его рисует. Старайтесь быть избирательными. Делайте свои тексты ценными, и тогда их будут читать, и к вам будут возвращаться, и будут вас ценить. Это все. Буду рад ответить на любые вопросы. Спасибо. Спасибо, Саня. 1-0. Да, у меня, наверное, будет вопрос как к эксперту в медиасфере. Да, я здесь. Вот. И, наверное, будет касаться больше даже масс-медиа. Как вы считаете, существуют ли определенные клише городские, да, то есть, например, если мы говорим о таких городах федерального значения, как Москва и Петербург, потому что, ну вот, я считаю, что они есть, мне интересно ваше мнение услышать. И стоит ли журналисту обращать внимание то, для какого города он пишет статью? То есть, стоит ли ему опираться на какие-то, может быть, может быть, разный язык, может быть, делать акценты на разных темах, если ты пишешь статью для Петербурга и статью для Москвы. И формируется ли в масс-медиа какой-то определенный облик мегаполиса, то есть облик Москвы и облик Петербурга. Существует ли он в масс-медиа и закладывается ли он горожанам? То есть, делают ли масс-медиа город так, как делают его люди? Спасибо. Я начну с конца. Начну с того, что любые медиа делают город. Медиа делает город, город делает медиа, и это как курица и яйцо. И если только мы сейчас не говорим о каких-то спущенных сверху пропагандистских взглядах о том, что Москва самый успешный город в мире. Я не знаю, а Питер это культурная столица и that's it. Если мы к этому так не относимся, да, а если мы живем в парадигме, что каждая медиа определяет для себя, какую она хочет видеть, если он про город, Москву или Питер, то как раз-таки, например, мы только что слушали про проект Наде, если я хочу переворачивать эти стереотипы, я это делаю. Поэтому какого-то сговора между всеми медиа о том, ну, чё, как мы будем Москву-то показывать, такого нет. И каждый выбирает для себя сам. Отвечая на второй вопрос, соответственно, он вытекает из третьего. Нет, конечно, никакого истории про то, что каждая статья для отдельной аудитории быть не может, потому что любое медиа, у него всегда есть своя ЦА, своя целевая аудитория, на которую он рассчитывает. И потому ты выбираешь для себя заранее, ты хочешь быть понятным только москвичам, если твоя аудитория Москва или, например, Москва-Питер. Или ты хочешь быть понятен и там, и в Омске. И тогда ты учитываешь тот факт, что, например, что-то человеку из Омска может быть непонятным про московские какие-то процессы, и ты об них тоже рассказываешь. Ты, твоя аудитория, например, Стрелка-магазин. До сегодняшнего момента, Артем, пожалуйста, меня поправь, наша аудитория – это 70% Москва и 30% остальные города. 60% Москва, 15% Петербург и остальное – это остальные города России. Если я начну с завтрашнего дня ориентироваться на маленькие города, я буду стремительно терять свою московскую аудиторию. И вряд ли я сразу получу свою региональную, потому что там мне еще придется постараться, чтобы они обо меня услышали. Нет, это язык, как раз таки медиа состоит из своих форматов, из твоего языка, из своего подхода к тому, как ты распространяешь свои материалы в социальных сетях. И поэтому, нет, мы не ориентируемся на каждое отдельное, но если есть концепция быть понятным всем, мы объясняем это. И про клише. Я вот про клише плохо поняла. Если можно, пожалуйста, уточнить еще раз, что именно в клише. Ну, наверное, я думаю, что вы уже ответили. Ну, о том, что вот как раз Петербург – это культурная столица, да, а Москва, она формируется в медиа, наверное, больше как город для работы, да, говорят, что в Петербург приезжают по любви, да, там в Москву по работе. Вот мы и приехали. Да, да, да. И если это, ну, какое-то отражение в медиа, то есть в фильмах оно, в принципе, есть, в книгах оно тоже, в принципе, есть. И есть ли оно в медиа? Или не стоит вообще это разграничивать? Ну, я считаю, что мы боремся с клише. Мы просто боремся с любым клишем. Мы боремся с клише, я не знаю, пространственное развитие. Я тоже с этим клише борюсь, потому что это уже какой-то бич урбанистики. Все говорят слово пространственная урбанистика, стабильное развитие. И, я не знаю, город для людей, люди для города. Это классные лозунги для того, чтобы говорить их со сцены. Но если ты хочешь, чтобы обычный читатель тебе доверял и как-то вообще тебя уважал, то я считаю, что ты борешься с клише. И я, как редактор, могу сказать, что я любой клише в стиле, если не начинаются, вычеркиваю любые такие клише, потому что считаю, что поменьше клише, побольше предметностей и фактов, которые мне объяснят в очередной раз, почему Питер – это культурная столица. Спасибо. Мам, спасибо. Еще вопросы? Вау, вау, вау. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос как раз по ней, и даже не один. Начну с первого. Я всегда прихожу к спикеру с гипотезой. А что делать, если она не подтверждается? Как мне быть-то с этим? Как спрашивать его? Точно нет. Ну, собственно, это работа над материалом. Ваша же цель – не получить этот конкретный комментарий. Ваша цель – создать какой-то текст, в котором будут подтверждена или опровергнута ваша гипотеза. И если это большой лунгрид, о котором сегодня будет рассказывать Григорий, и это какой-то огромный конфликтный процесс, то либо это позиция, которая опровергает, и это имеет смысл. Спасибо большое. И второй вопрос. Но главное не говорить ему «Ой, блин!». Вот не делайте так. Дождитесь, когда вы дойдете до редакции, и взвесьте все «за» и «против». А второй вопрос касается проведения позвать второго спикера, чтобы проверить первого, ну или третьего еще и так далее. А можем, наверное, задавать ему какие-то вопросы. Первый тогда вопрос про это. Ну, сколько нужно спикеров, чтобы проверить спикера? А второй – какие вопросы имеет смысл задавать, чтобы выяснить, например, идеологическую позицию? Ну, так не означает, даже если текст про город. Что бы вы сказали, Владимир Владимирович, если вы видели его в лицо? Я думаю, что… Окей, рецепта нет, узнать или не узнать. У тебя может быть хитренький жук, который никогда тебе не раскроется, он знает, зачем ты к нему пришла. Может быть, открытый парень, который будет тебе эту идеологию со второго вопроса… Вы слышите какой-то гул? Нет? Ладно, у меня гул. В общем, вы будете… Возможно, со второго вопроса начнет вам лепить. Во-первых, я считаю, что мы все должны. Вот. Я думаю, что, во-первых, тот слайд про то, как расслабить спикера, вам может помочь. Правда. Не стоит как бы… Особенно, если вы знаете что-то серьезное, да, не знаю, там, оппозиционера, вы пришли к нему разговаривать про его какие-то вещи, а, не знаю, вы не то чтобы очень неизвестная журналистка, почему он должен вам доверять, неизвестно. Постарайтесь его, как бы, убедить в том, что вам есть о чем поговорить, и вы не собираетесь сейчас, там, вы, не знаю, вы… В общем-то, он не на допросе. Это первое. Второе. Как и любой, на самом деле, правильная социологическая анкета, всегда должно быть примерно три вопроса об одном и том же, заданных разных языком. Будьте умнее, да, то есть, я не знаю, вы любите сладкое? Нет. Понятно, там, ну, простите за глупые примеры, а если выбирать между соленым и конфетами, что вы берете конфеты, да, да, понятно, не любите сладкое. Ну, то есть, вы всегда проверяете границы, всегда понимаете, что люди сложные организмы, и они никогда не будут давать вам ровно то, чего вы хотите, поэтому-то и существует список и возможность отходить от него. Спасибо большое. Не за что. Сарян. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. И я понимаю, вопрос сложный, наверное, такой неприятный, ну, может, с какой-то стороны, но подскажите, пожалуйста, сколько по времени в среднем вы готовите экспертную статью и в каком формате вам нравится больше ее преподносить, работать. И какой гонорар? На ваши вопросы я не отвечу, Артем. Я плохо понимаю, когда вы говорите «экспертная статья», потому что есть история про колонки, да, и есть история про экспертную колонку, это отдельная там, возможно, должен был быть слайд, не знаю. Есть история про то, когда ты заказываешь колонку эксперту, и он сам ее пишет. Есть история про интервьюирование на основе этого текста без вопросов, который превращается в колонку. Ну, смотря у кого как рука набита, и смотря, как быстро вам удалось добиться ответа этого персонета, этого эксперта, при хорошем раскладе я обычно, ну, условно, сейчас я могу вам ответить на вопрос, когда я ставлю дедлайн своему автору. Я его ставлю в тот момент, когда комментарий получен. После этого нет никаких препятствий, почему он должен мне этот текст не сдать. Есть препятствие еще согласования, и есть препятствие то, что человек может долго не отвечать, поэтому я не люблю планировать точно в этот момент дату выхода статьи, я лучше запланирую какие-то другие. В тот момент комментарий получен, я думаю, что за случай, если это комментарий, там, не знаю, больше 30 минут, за день точно можно сделать этот материал. Ты его расшифровываешь, редактируешь, вставляешь и выдаешь мне. Не знаю, ответила ли я на вопрос. Да, второй вопрос, это формат, в котором вы больше предпочитаете работать. Это форматы, которые используют все. Если мы говорим буквально сейчас об экспертах, да, мы любим экспертные колонки и вообще считаем, что вот какая-то такая вот совокупность разных мнений по поводу одной какой-то проблемы всегда работает, это интересно. я не знаю, отвечаю ли на этот вопрос, форматы вообще медийные, разные, любим большие интересные тексты, любим лонгриды, любим листинги, можем отдельно поговорить про то, какая у нас форматная сетка, подойдите, мы расскажем. Спасибо большое. Еще вопросы? Можно я быстро объявление сделаю на правах директора? Друзья, мы не можем варить кофе во время лекции, потому что кофемашина очень громко работает, мы не хотим отвлекать звуками вас от того, что вы слушаете. Но наши друзья Адабл Би могут варить бесшумно чай и бесшумно выдавать десерты. Вот, они очень просили об этом сказать, поэтому бесшумно можно всем этим пользоваться. И теперь следующий вопрос. Здрасте, меня зовут Кристина, и мне бы хотелось узнать, как вы ведете таблицу с экспертами, то есть какие там колонки или еще, может, какая-то есть у вас отдельная система. Пожалуйста, придите и сделайте ее. Это то, что я пытаюсь сделать все три года, и у меня уже три версии этих таблиц. Безусловно, нужно иметь такую таблицу, пока что я живу в состоянии, что они все у меня в голове, но систематизация данных должна быть. Мы пробовали, у меня есть одна такая уже таблица, мы били это по, мы сначала полностью зафиксировали все наши материалы, затем пробили их по тегам, затем распределили, условно, у меня есть набор спикеров по архитектурному наследию, набор спикеров по проектированию, набор спикеров по, не знаю, дизайнному мышлению. И дальше я просто ввожу через control F тему и смотрю, кто у меня есть. То есть через темы, тематическая дележка. Возможно, через год я пойму, что она неэффективна. Как-то так. А пользуетесь ли вы какими-то сервисами для поиска спикеров? Сервисы для поиска спикеров? Google. Ну и Facebook. Facebook. Ну как бы Facebook и Google. Вот они мои два сервиса. Спасибо. Телефон еще. У меня теперь будет практический вопрос. Как вы ищете авторов, журналистов и какие качества для вас может быть, может быть какое-то образование в сфере журналистики для вас будет более интересным в, скажем так, потенциальном кандидате? Могу сказать, что образование журналиста часто сразу вызывает большое подозрение и наименьшее доверие. Ничего не хочу сказать плохо сейчас про нашу систему образования. Я скажу так. Мы прогрессируем в отношении того, каких мы авторов видим, потому что мы небольшое медиа, которое растет. И вот его. Умей писать, умей разговаривать, доказывать свою точку зрения. Мое отношение такое. Если кто-то здесь захочет стать нашим автором, первое, что обычно я прошу сделать, главная мэмэ-проверка и предложить мне пять тем, которые могут стать материалом в нашем журнале. Это даст мне понять, насколько человек чувствует концепцию медиа, для которой он пишет. На этом этапе отваливается 98% людей, которые предлагают нам свои услуги, потому что просто никто ничего не понял. И мне предложили, не знаю, посидеть в парке, там, не знаю, я хочу писать вам про танцовщиц. Класс. Или про театр. Возможно, ты умеешь писать, но ты мне, ну, как бы нам не о чем разговаривать, потому что я хочу, чтобы мы разговаривали более-менее на одном языке. Часто бывает, что, окей, это профессионал, который давно работает, он не очень понимает, но я знаю, что он хорошо пишет. Я потрачу свою силу на то, чтобы рассказать ему дополнительно о том, что такое стрелка-магазин, чтобы мы настроились, и дальше мы будем работать. Я предпочитаю людей, которые отстаивают свою точку зрения и спорят со мной, потому что верю в то, что каким бы я был классный главный редактор, вдвоем всегда появляется что-то интереснее, чем в одиночку. Мы очень любим каких-то профессионалов. Сейчас все больше и больше выпускников, всяких антропологов, этнологов, культурологов и социологов, которые начинают понимать, что помимо каких-то научных публикаций, нужно постепенно учиться рассказывать про то, что ты делаешь. И это невероятное удовольствие, когда ты можешь отослать к человеку, который специализируется на сфитуре модернизма, девушку, которая, не знаю, написала по этому поводу диплом, еще она умеет писать, потому что их разговор будет намного более интересный, чем с человеком неподготовленным. Предпочитаю находить, если это какой-то очень серьезный эксперт, не люблю подсылать к нему совсем молодого автора. Если есть возможность, мы находим серьезных экспертов, чтобы разговор получался на равных. Тогда у этого интервью есть ценность, потому что интервью вообще, в принципе, как формат себя изживает. И, в общем, позицию второго героя, то есть журналиста, интересно слушать только тогда, когда действительно ему есть, что ответить этому эксперту. Это не просто наводящие вопросы. И коммуникации, я так понимаю, через почту, да? Или в Facebook, может быть? С авторами? С вами. Как нам написать? Да. Не работает? У нас есть почта editsobaka-strelka.com или eltermannsobaka-strelka.com или Facebook Sonia Elterman, как угодно. В общем, пишите. Мы стараемся отвечать максимально быстро. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте. В информационной такой журналистике есть мнение, что личность автора должна быть за текстом, и что новости, репортажи, они обезличены. В плане экспертных материалов интервью, как вы считаете, хорошо ли сказывается? Ну, вы уже частично сейчас до этого ответили. Можно допустимо ли поспорить, не согласиться с автором? И как это сказывается на материале, делать ли его интересным? Можно ли так делать? Простите, можно ли поспорить кому с автором? Можно ли поспорить с автором, человеком, который берет интервью, сказать свое мнение или сказать, что вот а я думаю по-другому, а как вы думаете? Или нужно больше слушать, прислушиваться и наматывать на ус просто? Ну вот смотрите. Я также придерживаюсь мнения, что если мы освещаем какую-то тему, и это не авторская колонка, то мнение автора, в случае, если это не архитектурно известный критик или какой-то человек, который заслужил свое имя, никому действительно не интересно. В случае, если все-таки вы заказываете статью у человека, которому есть что сказать, я предпочитаю просить автора высказывать свое мнение. Частенько это создает дополнительный теншин, дополнительное восприятие для этого текста. Что касается, если вы не согласны с тем, у кого берете интервью, ну вот здесь скорее правило о том, что не стоит демонстрировать все свою позицию, потому что возможно ему-то в принципе пофигу. Единственное, что если это грамотная провокация, то конечно, если вы понимаете, что если вы сейчас вспомните какой-нибудь классный факт, да, и так, ну, это кстати к вопросу на тему идеологии. Это всегда отлично работает, всегда можно вспомнить что-то, что он не ожидает услышать, и сделать это в формате, это и мой приемчик. Я просто хотела сказать, не то чтобы я не согласна, но мне казалось всегда, что вот это работает так. Нет? И он, в общем, каким-то образом выходит на реальную свою позицию. Все. Спасибо. Вот девушка тянет руку уже. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос может быть немножечко из другой области. Как заинтересовать эксперта, если не можешь предложить ему пиара? То есть если мы, например, говорим об экспертном интервью для исследования, в котором это играет огромную роль, но очень часто бывает, когда они узнают, что ты не из журнала, а ты исследователь, у них, ну, как бы это совсем другой уровень, это не так интересно, про тебя нигде не напишут, и да, ты сделаешь свой вклад, но это не так здорово. Как заинтересовать в таком случае? Смотрите, если бы я сейчас говорила от имени очень успешного НИИ, у меня было бы больше ответов, но как человек, который тоже делал исследования и искал экспертов, ну, мне кажется, что главное вам осознавать ценность вашего продукта, чтобы вам никто не мог убедить, почему то, что вы предлагаете, это какая-то неуместная вещь. Если вы знаете, на самом деле, как в материале, почему мнение этого эксперта добавляет ценности в этот мир, потому что любое научное исследование, я надеюсь, делается для того, чтобы делать какое-то открытие. Если вы знаете, к чему вы ведете, то у вас всегда будут аргументы, почему да. Если у человека какая-то принципиальная коммерческая позиция, это уже другой вопрос, но здесь только ваше обаяние и связи. Как-то так, наверное. Давайте последний вопрос. Здравствуйте, меня зовут Маша. Я хотела спросить, насколько времени вперед вы планируете контент-план? Тавтология получилась. Потому что с экспертами, я так понимаю, работать довольно сложно. Один там заболел, другой не смог, третьему резко стало неинтересно. Вот насколько на месяц, на два? Ну, в данный момент наша сетка распланирована до 18 октября. То есть не такое дальнее планирование, но опять же это мощности. На данный момент, до сегодняшнего дня, стрелка-магазин делала два человека в штате и остальные все на аутсорсе, плюс Артем, который отвечает за продукт и аналитику. Дистрибуцию. Да. Ну, то есть такое. Поэтому, в зависимости от того, как тебе удается, на какого ты, в общем, ловишь этот темп. Ну, две-три недели стабильно мы планируемся. Спасибо, Соня. Вам спасибо. Дальше нас ждет лекция Григория Туманова, главного редактора издания «Батинков и Трансформер», в разное время сотрудничавшего с Esquire, JQ, Коммерсантом и кучей других разных классных изданий. Григорий, прошу вас. Давайте похлопаем. Спасибо, привет. Это просто для нашей редакции, которая смотрит это все в Телеграме. Спасибо. Передает вам привет. Я видел, что это поднимали многие руки, говоря, что знают нас, для тех, кто нас не знает. Самосдат «Батинка и Трансформер» образовался примерно 7 лет назад. Группой журналистов, которые работали, в том числе упомянутых медиа, все мы делали в свободное от работы время. В последние несколько месяцев мы все повольнялись и теперь все работаем в самосдате. Мы наконец-то стали зарабатывать. Об этом я, если кому интересно, потом расскажу. Суть и философия нашего самосдата в том, чтобы не соревноваться, допустим, с изданием РБК, потому что мы маленькие, с «Коммерсантом», да даже с «Эсквайером». Мы за то, чтобы создавать такую маленькую секту вокруг издания. Мы считаем, что, не знаю, люди всегда важнее, и те, кто разделяет наши ценности. То еще заключается в том, что каждый, в общем, может стать журналистом, каждый может стать нашим автором и кто угодно из вас даже сегодня. Потому что мы начинали именно с того, что куча разных людей, которым просто нравится, интересно писать, которых нет журналистского образования, которым просто есть что рассказать. Писали нам свои те самые истории. На этом мы вылезли, на этом мы развились. И спасибо всем огромное. Мы продолжаем этим заниматься, но совмещаем это теперь с профессиональной журналистикой. Я сейчас расскажу вам довольно прикладную лекцию. Хорошо, что Соня рассказала про экспертов, потому что я тоже буду о них говорить. Мы поговорим о том, кому и зачем нужны лонгриды. Длинные журналистские тексты. Поэтому я пока начну. Зачем, по идее, писать лонгриды? Ну, в общем, я еще раз, как и все здесь, видимо, потому что мы в столице баттл-рэпа, поминаю маму. Ну, реально никому не интересно. Кажется, что лонгриды нужно читать. Потому что это захватывающе. Это правда захватывающе, если вчитаться. Сейчас говорят, что никто ничего не читает. Все смотрят видео, читают твиты и так далее. Но мне кажется, что если есть классно написанный текст и действительно захватывающий, над которым вы, не знаю, корпели месяц, и это было похоже на сдачу крови, почки и всего на свете, то его прочитают обязательно. Ну и да, потому что новости живот мало, а лонгрид можно будет периодически перечитывать и делиться им бесконечно. Знаю это, потому что работал в ежедневной газете, и когда ты сдаешь кровь, почку и все на свете каждый день, это все куда-то утекает. Это никаким образом, не знаю, не запоминается читателю. Это только журналистам важно, о чем написали журналисты другие. И никому не важно, кто какой эксклюзив добыл, ну, в смысле, читателям, вашей маме в том числе, ну, похвалят. Лонгриды могут действительно, не знаю, внести вас в историю. Автор, не знаю, автор коммерсанта Олеся Дерсименко, да, чей цикл «Не единая Россия», например, стал прекрасным сборником. Она писала о сепаратизме в разных русских регионах. Это совершенно не имеет отношения к новостям. Это такая классная чертистика экспертная. И все теперь знают, что автор лучших текстов про сепаратизм России – это Олеся Дерсименко, допустим. Так что вас это, вероятно, ведет в историю. Какой длины должен быть лонгрид? Мне кажется, что тут не нужно ориентироваться на слово «лонг». Не нужно думать, что этот текст должен быть супер-гигантским. И не 25 тысяч, и не 56 тысяч 500. Он должен быть той длины, которая нужна. Это очень абстрактное понимание, но, черт возьми, это правда так. Не нужно пытаться растянуть текст. Не нужно пытаться натянуть фактуру больше, чем того стоит. Вот сколько у вас ее есть, сколько у вас есть фактуры для истории, такой длины текст и должен быть. Я не призываю писать брошюры, я не призываю писать книги, но это должны быть внутренние ощущения, и оно со временем у вас появится. С чего начать? Вот тут я думаю, что я буду более подробен. Каждый лонгрид, каждое исследование, потому что, по сути, лонгрид, вы отправляетесь в такое маленькое путешествие исследовательское, он начинается с теории. Вы говорите себе, что, допустим, как мне кажется, в мире существует, не знаю, пять человек, которые коллекционируют кроликов. И коллекционируют они их для того, чтобы продавать их, не знаю, инопланетянам. Условно. Но я думаю, что есть на эту тему, черт возьми, работа, на которую я рекомендую посвятить от недели до двух. После этого вы пытаетесь понять, кто на самом деле разбирается в этой теме. Просто очертить круг экспертов, хотя об архитектурных, но, в общем, все то, что она говорит экспертам в области зайцев, эксперта, кто нет по этой теме, в том смысле, вчитываетесь в их комментариях, не знаю, пяти политологам из какого-нибудь центра, который комментирует все на свете, и понять, что это не те люди. Внимательно читайте. Читайте, что это за эксперты, кто они такие, что они до этого комментировали. Читайте их биографии, я не знаю, узнавайте об их взглядах и так далее. После этого вы пытаетесь найти героя. Это самое неблагодарное занятие. Вы включаете сарафанное радио, вы бросаете клич в фейсбуке, вы звоните тем же экспертам и спрашиваете, нет ли у них таких знакомых, которые торгуют кроликами. Вы, черт возьми, их ищите. Это самые разные способы, это самые разные источники поиска этих героев. После этого вы начинаете занудно обходить всех. Круто, если у вас хотя бы появятся два героя с какой-нибудь классной историей. Бегите с ними тут же встречаться и желательно впоследствии не один раз. Он рекомендует вам поговорить с первым. Значит, вы собрали достаточное количество фактур. Похоже, вы всех обошли. Победа. Читайте чужие тексты. Это действительно так, это очень полезно. Я бы советовал читать не просто чужие тексты журналистки и нон-фикшн какой-то. Я бы советовал просто больше читать художественные литературы, подсматривать там какие-то приемы. Я не знаю, я помню, когда я писал в журнал «Власть» про то, как националисты пытаются вернуться в политику через спорт. Я прочитал еще раз «Раковый корпус» и посмотрел на какие-то приемы композиционные. Понятно, что я это вряд ли воспроизведу, как Солженицын, но так или иначе я что-то подсмотрел, что-то использовал, и это очень помогает. Действительно, журналистика – это отчасти про такое подглядывание. Вернитесь еще раз к своей теории. Она похожа на то, что вы задумывали себе изначально. Насколько она совпадает с тем, что вы придумали. Она может действительно очень радикально поменяться. И тут важный момент с теорией. От нее не нужно очень сильно отклоняться, но и не нужно подгонять все факты и всю фактуру экспертов, которых вы собираете, под эту теорию. Иначе это получается немного искусственная штука, и мы нечестные считатели. После этого вы откладываете вообще все, что вы собрали. Забываете абсолютно. Вы ходите, перевариваете это в своей голове. Думаете о чем угодно. Хоть о фиалках, о той же маме, о девушке, о парне. Не знаю, о том, что нужно купить новый телефон, заменить стекло на старом. Короче говоря, забудьте обо всем, что вы собрали. Просто дайте этому отлежаться. Это не универсальный план, но мне кажется, что он порой работает. Тут все как в кино. Вы показываете какую-то эффектную открывающую сцену, желательно репортажную. Это такой старый, примитивный западный прием. Им пользовался, не знаю, Ньюсвик, им пользуется Нью-Йоркер и так далее. Когда ты первым делом показываешь, начинаешь текст, допустим, про человека, который разводит кроликов так, не знаю. Поздним вечером 29 сентября владелец пяти кроликов шел по дождливой улице, задувал ветер, он зашел в подъезд, ему ударили по голове монтировкой. Вот, пожалуйста, открывающая сцена, вы зацепили читателя. После этого вы, конечно, объясняете ему, что вообще происходит. Он такой ошарашенный, он уже пытается понять, что зачем это все. Вы рассказываете о таком явлении, что есть люди, которые продают кроликов, инопланетянам, черт возьми, и так далее, и тому подобное. После этого вы переходите к предыстории. Предыстории, собственно, самого этого дела, самого явления, как это было раньше, с чего это началось, не знаю, кто первый начал разводить кроликов в России, почему родился такой бизнес, зачем родился такой бизнес. Не увлекайтесь прям большим погружением в историю, потому что понятно, что мы, журналисты, очень поверхностные люди, но все-таки постарайтесь проявить какую-то экспертизу. И тут как раз можно включать экспертов в путь. Здорово бы вернуть читателя снова к какой-нибудь хорошей репортажной сцене. Расскажите, что сейчас происходит. Расскажите, как этот же человек, ваш герой, зашел, не знаю, в кабинет к своему инвестору и предложил ему создать бизнес по разведению и спрашивать, не знаю, а можно ли уточнить, что у вас было в тот вечер на мониторе, открыто какие вот программы. И они долго и занудно это спрашивают, человек долго и занудно вспоминает, совершенно растерянно. Это важно. Детали. После этого, это, конечно, я немножко перескакиваю, но понятно, что дальше вы наполняете свой тегфрами. Это, кстати, тоже важно. Тегфры всегда украшают текст, особенно невыдуманный, особенно какая-то классная статистика. Это лучший аргумент, это лучшее подтверждение того, что вы не субъективны, что вы рассказываете правдивую историю. Хорошо, если текст будет заканчиваться какой-то, он, грубо говоря, как-то кинематографично. Это должна быть какая-то мощная концовка. В конце вы должны ответить либо на вопрос, вообще, зачем эти люди стали разводить кроликов, или что будет с бизнесом произведения кроликов в Москве или по всей стране, или рассказать о том, чем кончил ваш герой. Зависит от того, на ком вы сосредотачиваетесь. В любом случае, финальный бант, когда я говорю бант, я говорю про украшательство и красоту, он обязательно должен быть. Мы почти подходим к концу, потому что я все-таки за вопросы. Что еще? Старайтесь в каждом абзаце рассказывать читателю какую-то новость. Не пытайтесь склеивать текст искусственно. Не пытайтесь, знаете, как в стихах, когда ты, чтобы дотянуть рифму, допридумываешь какие-то слова лишние, какие-нибудь обороты выводишь. Вот, например, моя речь, когда сейчас сбивчивая. Начинайте каждый абзац с того, что вы рассказываете какую-то новую информацию. Человек это должно вести каскадами. Помните, что ваш читатель реально сел читать очень большую штуку, потому что вы очень много работали, вы собрали огромное количество информации, вы пишете огромный текст. Он не будет помнить, если вы человека будете называть по фамилии, обозначив его только в начале. Возвращайте к читателю, к этому человеку. Называйте его должность. Говорите, что тот самый персонаж, который что-то. Это очень важно. Старайтесь описывать своих героев. Это очень книжная история. Покажи коричневые ботинки. Рассказывайте о том, как он выглядит. И тут я перехожу сразу к следующему моменту. Не описывайте детали ненужные. Меня опираюсь на вот эту трибуну и, не знаю, сбивчиво говорю, допустим, и вот закладываю ногу. Если это как-то влияет, допустим, потому что его в детстве тоже ковыряет заусенец. Рассказывайте, что он, не знаю, постоянно дергает глазом, что он носит. Задавайте себе вопросы. Первый вопрос, начинающий разбираться в теме. Вроде бы идея замечательная, вроде героя замечательная. Но чем больше ты узнаешь, тем больше тебе кажется, что ты пишешь какую-то фигню, что ты взялся за тему, которую никому не нужно пережить. Ответ действительно может быть «Да незачем!» И надо прекращать это делать. Но главное не поддаваться эмоциям. Старайтесь, правда, откладывать свой текст и все, что вы собрали. То, о чем я говорил выше. Обсуждайте это с друзьями, обсуждайте это с коллегами. Пытайтесь рассказывать людям, о чем вы пишете. Когда я пишу какие-то тексты, я доходят в помещение, и мы сразу сейчас переходим к какому-то флешбеку. Вот, смотри, это же будет классно работать, и ты просто становишься невыносимейшим человеком на все то время, что ты пишешь этот лонгрид, но ты хотя бы получаешь какой-то там текст от Деликашина, который я писал в GQ, что это такой почти политический триллер криминальный. Да, когда... Полицейский сериал, черная комедия, возможно, это может быть эпос, возможно, это просто такой суховатый исследовательский текст. Я больше за, конечно, какие-то киношные подходы к тексту. Это позволяет их дочитывать до конца. Просто вот в самом начале скажите себе, я не знаю, история про людей, которые разводят кроликов. Допустим, вы узнали, что герой как-то, не знаю, перепахал его в процессе создания этого бизнеса. Не знаю, это похоже на фильм «Парни со стволами» в «Волк с Уолл-стрит» или это, не знаю, «Ох, где же ты, брат?» Вот просто представьте себе и попытайтесь идти примерно в эту сторону, попытайтесь, возможно, даже применяйте, прошу прощения, возможно, даже ссылайтесь на эти фильмы, когда рассказываете о них. Вспоминая тоже о предыдущем тексте, мы в GQ писали историю о том, как устроен кинобизнес. Есть такое неснятое кино о летчике Девятаеве, такой герой Великой Отечественной войны. И там, я сейчас его перескажу, это очень смешно. Есть сценарист, у него есть продюсер. Они вместе пошли и попросили денег на кино, патриотическое, с актером, известным довольно. Деньги они получили, фильм не был снят, а потом сценарист вдруг неожиданно оказывается в полиции, а потом и в СИЗО по обвинению в покушении на продюсера, с которым они брали деньги. И дальше история начинает закручиваться, потому что в какой-то момент появляется персонаж, который был влюблен в сценариста, и якобы он причастен к этому покушению. Он при этом абсолютно идиот. Он пользуется бриолином и... В общем, очень странный человек. Вы почитаете этот текст, можно найти в GQ. История становится все более и более идиотской, потому что непонятно, действительно ли было это покушение, не разыграл ли его сам продюсер, чтобы сбывник сценариста тоже не очень умный, и они решили таким образом отомстить продюсеру, который не снял фильм. Это все начинает напоминать фильм, вот когда я об этом писал, что-то среднее между прочтением «Жечь» и «Достать коротышку». О чем мы с персонажами этих фильмов, потому что, ну черт возьми, это абсолютно так. Это очень глупая история. После этого вы задаете себе вопрос, а дочитал бы я сам то, что я сейчас написал? Где скучные куски? Где я не могу продраться? Если у вас есть вот какая-то техническая часть текста, историческая, экспертная, которая объясняет про отрасль, о которой вы пишете, про явление, пересмотрите ее, попытайтесь ее облегчить. Возможно, многие факты, которые кажутся вам важными, и что без них нельзя ни в коем случае сдавать этот текст, потому что, как я же все описываю, с 1983 года, нельзя пропускать ни одного. Подумайте, возможно, это не самые важные контрапункты, возможно, это не самые важные части. Если вы видите, что вам самому трудно продраться сквозь этот текст, хотя вы его уже знаете очень хорошо, это проблема. Мама. Это правда, черт возьми, универсальная штука. Не пытайтесь пересказывать текст своей девушке или своему парню. они вас любят и им всегда интересно то, что вы говорите. Попробуйте рассказать это маме. Представить, что мама жарит вам картошку, ну, или отбивную на кухню. Она рада, что вы приехали к ней, она сидит, что-то жарит, вы сидите, и пересказывайте ей этот текст. И нужно рассказать его таким образом, так, чтобы она вдруг обернулась и сказала, серьезно? Охренеть! Вот это тогда работает. Ну, и по поводу редактора, это человек, который, в общем, говорит на одном языке с вами, тот самый злой парень, который скажет, что вы написали полное фуфло, его надо переписывать, и дочитать он не смог, и, возможно, он прав. Поэтому нужно садиться и дальше переписывать. Я вас поздравляю, да, мы так виртуально написали лангрид. На самом деле, понятно, что не прозвучала львиная доля того, что должно было прозвучать, но я надеюсь, что она прозвучит в моих ответах на ваши вопросы, которые вы мне сейчас зададите. Вперед! Спасибо вам большое. Спасибо. Выбирай, кто будет задавать вопрос. Я даже не знаю, но давай пойдем слева направо. Вот как ты идешь. Слева. Вот туда. Здравствуйте. Спасибо. Очень интересная была лекция. Ну, такая, спасибо. Скажите, всегда ли у лангрида должен быть инфоповод? Или ты можешь сам создать что-то, что тебе интересно, и развить эту тему? То есть не обязательно привязывать это к чему-то? Нет, не обязательно, абсолютно. На самом деле, лангрид сам может быть инфоповодом. Условно говоря, вы пошли туда, куда никто еще не ходил. Вы задались вопросом, которым не задавался во всяком случае никто из коллег. Есть еще такая приятная вещь журналистики, что может выйти пять текстов на эту тему, в общем, примерно о том же, о чем вы собираетесь писать, но все они хреновые. И инфоповодом будет даже тот факт, что вы его написали и сделали его идеальным. Вполне себе. И еще вопрос. Есть ли у вас какая-то четкая редакционная политика? И есть ли, например, какие-то темы, которые вы, например, ну, как вы выбираете, какие темы будут интересны? И есть ли, например, какие-то правила, как осуждать государство, но мы не можем осуждать конкретно Путина? То есть, есть ли какие-то такие правила, которых вы придерживаетесь всегда? Наше правило в том, что мы ничего не осуждаем и никого не осуждаем. Философия Батеньки заключается в том, и это хорошая философия, что конец света уже, в принципе, произошел, мы все в нем живем, что в мире происходит полный ад. Я вот сейчас вот открыл новость, увидел, что творится в Барселоне, где я недавно был, и это же чудовищно, абсолютно. Мы изучаем трансформацию. Вот было вчера так, сегодня стало так, да, например. Интересно все. Мы стараемся обсасывать свои темы с разных сторон. Например, сейчас у нас идет большое исследование темы рабства. Мы, в принципе, работаем и живем от большого исследования к большому исследованию. То есть, прежде у нас было несколько недель про окружающую среду, до этого про суицид, вот сейчас про рабство, дальше будем про всим. Расскажу про то же самое рабство, о чем мы пишем, чтобы просто было понятно в смысле редакционной политики. Мы рассказываем о том, как люди становятся рабами отношений. Мы рассказываем о том, как дети в Африке работают, добывая сырье для батарей в смартфонах. Мы рассказываем про рабство как зависимость от лекарств или рабство собственного тела. Мы рассказываем о книгах, в которых так или иначе упоминается рабство, но не в прямом смысле. Ну, допустим, не знаю, там какие-то философы, сборник каких-то философских трудов о понятии рабства. Мы делаем подборки фильмов, где человек, вот как раз таки, прошу прощения, где люди рабы, но не в смысле в кандалах, а рабы, не знаю, своих отцов, рабы своего тела. Не знаю, скафандры бабочкой это же про рабство тела, например. Поэтому интересно все. По поводу реабилитационной политики мы исследователи, у нас нет осуждения никакого. Мы просто исследуем. Спасибо. Кажется, вот, девушка в сером. Да? Спасибо. Здравствуйте. Очень познавательная и продуктивная лекция. У меня несколько вопросов. Первый, конечно, каким бы лонгрид не был интересным, все равно это простыня текста. И каким бы иллюстративом вы посоветовали разбавление? Например, даже та же тема рабства. Возможно, цензура запретит сфотографировать тех же рабов или люди сами не захотят. И все равно надо разбавлять чем-то. Какие ваши рекомендации? Ну, опять же, расскажу про нас. Подход, а графия. Каждый свой текст мы иллюстрируем. Из-за этого талаги уникальной иллюстрации. У нас 40 художников в нашем облаке, молодых, которые просто приходят и рисуют для нас. И, в принципе, батенька для них там. Потом мы их собираем в какие-то коммерческие проекты или кто-то смотрит, что они нарисовали. Они идут дальше. Но, возвращаясь к лонгридам, да, здорово разбавлять его картинками. Какими-то, возможно, неожиданными даже. Мы, например, публиковали цикл разных дневников. Один был о том, как человек 70-й, будучи журналистом, ездил по Африке. А второй — это дневники человека, которые... Ну, это такая простая история. Возможно, действительно, чтобы не утомлять читателя предыстории вопроса, что в 1985 году появилось, сделать это все каким-то выносом сбоку, допустим. Так будет проще. Ответил? Возможно, герой рассказывает, и тут у него есть какая-то суперинтересная... И он говорит, ну, вот это только не для... И ты понимаешь, таль привнесет какой-то... Ну, невозможный эффект в лонгрид. И он говорит, ну, нет, это нельзя публиковать. И вот что делать? Ну, нужно понять, насколько ему это навредит для начала. Вот если публикация этой детали, допустим, угрожает его жизни, то вообще нет ничего важнее человека, потому что работа — это работа. И фиг с ней. Я очень много чего не написал про Чечню, например, пока он был в «Коммерсанте». Ну, просто потому что стрёмно. За человека, не за себя. Если вы понимаете, что он просто не очень врубается в то, как работает журналистика, и это какой-то его каприз дурацкий или что-то еще, ну, пытайтесь уговаривать, говорите с ним. Но мне кажется, что ни в коем случае не нужно обманывать, не нужно говорить, да, хорошо, я не напишу, потом это писать. Вот как-то так. Или есть такой более лукавый способ. Допустим, человек рассказывает какую-то фактуру, про которую говорит, я могу, вот писать ее нельзя. Можно пойти и подтвердить в другом источнике. Или лучше в двух, а лучше в трех. Если они подтверждают эту информацию, вы можете спокойно человеку сказать, что вот, как бы, другие спикеры, они сказали, эта информация есть, я получил ее не от вас, на вас я не ссылаюсь. Окей. И последний вопрос. Если вы знаете про формат тильда, не знаете, нет? Мы на Родимаге делаем. Тильда я хуже знаю. Просто, вот, как вы думаете, именно тильда и вот эти форматы именно не когда просто вот простыня текста, именно как на сайте, а вот именно эти отдельные такие специальные технологические штуки, они… Прежде всего за уместность, да, то есть если вы в процессе работы над текстом, понимаете, что его будет круче читать, вот именно с какими-то… Сейчас там скоро выйдет текст. Мы ездили. Но в ней должно быть много каких-то интересных обвесов в виде видео. Она как-то должна там крутиться и блестеть, условно говоря. Это правда так. Это больше развлечет. Но бывают такие тексты, которым это не нужно, которые сами по себе очень хорошо продаются без таких вещей. Спасибо. Давайте в глубину. Давайте, да. Спасибо. Такой вопрос. А вот Лангриды – это такая авторская журналистика или лучше, может быть, можно, чтобы это создавали несколько авторов? И вот как у вас с этим дела обстоят? Как чаще происходит? Слушайте, по-разному. Я как раз, когда слушал Соню, и был какой-то хороший вопрос из зала по поводу субъективности и субъективной журналистики, про то, что там вас не должно быть за текстом. Понятно, есть свод какой-то правил в ней, но по поводу обезличенности то же самое. Но часто из-за нарушения таких правил, я не имею в виду сейчас этические какие-то, а имею в виду вот эти подходы, создаются самые крутые явления в ней. Может быть вполне субъективный Лангрид. Абсолютно. Про ваш личный опыт, про то, что вы пережили. Если это какое-то большое исследование, допустим, я не знаю, как делают ребята из РБК, которые пишут огромные расследования вместе все. Ты иногда смотришь, там реально толпа авторов, потому что кто-то звонил, не знаю, нефтяникам, кто-то что-то оценивал, кто-то отковырялся в картотеке и так далее, и так далее. Потом они все вместе собрались, каждый написал по своему куску, еще раз все прочитали и как бы получилась абсолютно такая отстраненная заметка. Да, тут все дело в уместности на самом деле. Я помню, что, не знаю, когда я писал текст про то, как живут села вдоль реки Теча, в Челябинской области, река Теча была заражена после катастрофы на НПО «Маяк», зверски совершенно, там ужасный радиационный фон, но это история о том, как экологическая катастрофа стала социальной, как людям нечего есть, как люди живут в жуткой грязи и в кошмаре, но при этом не хотят из него выбираться. Этот текст был довольно субъективный, там был я, то есть я упоминал себя, как это было для атмосферы, но при этом текст был вполне объективный, потому что я пошел, поговорил со всеми. И я до сих пор его люблю, хотя написал в 2009 году, а я не все свои тексты люблю, даже, прямо скажем, никакие, кроме этого. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Я здесь, 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 здесь. Во-первых, спасибо за толковый доклад, у меня два вопроса. Я все еще вас не вижу, господи. А, спасибо, просто очень светит, ага. Во-первых, вот вы сказали по поводу деталей, которые ярко характеризуют героя, я как бы с этим совершенно согласен, но у меня такой вопрос, насколько их нужно раскрывать, раскрывать значение деталей, потому что читатель, он не всегда достаточно вдумчиво знакомится с материалом, да, и я не знаю, если это какая-то прям яркая деталь, которая очень прямо его характеризует, это не серии постера любимой команды, или там, не знаю, если это книга, то Майн Кампф как бы однозначно, то тут все и так понятно, а если это условный томик Цветаевой, то это уже не столь однозначная деталь. Стоит ли раскрывать вот прямым текстом вот что-то в этом роде? Известно кто. Опять же про уместность, да, не надо говорить в лоб, знаете, там шутка, которую вы объяснили, как бы плохая шутка, да, не надо объяснять, значит, Томик Цветаевой неудачная деталь, значит, она не работает, надо поискать другую деталь, ну, не бывает невыразительных людей, абсолютно, надо просто доискать ее, дораскрыть, но не многословно, потому что все равно в каждом из нас есть какая-то деталь, которая что-то про нас говорит, ответил. Второй вопрос тогда, вот по поводу лонгрида в целом. Это всегда большой материал, который получается очень затратным по ресурсам, по временным, по финансовым и так далее. Вот я просто не знаю, возможно, вы подскажете, есть ли какие-то, скажем так, метрики, которые позволяют около дела стопроцентно оценить окупаемость непосредственно вот этого лонгрида, оценить, скажем так, оправдал ли он затраченные на него там временные, морально-волевые, финансовые и остальные ресурсы? Аналитика, просмотры, разве что. В общем, и все. Но часто бывают очень обидные штуки, и это про дистрибуцию, в том числе контента, когда человек действительно старался, писал огромную простыню, очень много всего сделал, а текст прочитали два с половиной коллеги. Тут могут быть две проблемы. Может выясниться, что человек так хорошо разбирается в своей теме, и она ему кажется такой важной, а на самом деле она не важна реально никому. Я помню это по коммерсанту, когда ты пишешь 300 заметок про НКО российские, и это правда важно. А не читает никто. Ну, просто потому что никто не читает. А ты внутри, и тебе кажется, что круто. Поэтому нет, ну, только просмотры, к сожалению. Но и вот они не скажут про то, что, не знаю, тема не важная. Потому что есть куча важных тем. Ну, не знаю, люди в среднем про экологию очень фигово читают. Ну, никого не волнует экология, хотя это вроде то, в чем мы живем. Возможно, надо искать какие-то новые способы, как говорить. Возможно, что-то еще. Но это правда затратно, как я выше говорил, действительно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Простите, я просто очки сломал в начале, поэтому плохо всех вижу. Да, добрый день. Меня интересует несколько вопросов. Первый – это усредненное количество уникальных посетителей на материале, процент до скролла. И второй этап – это монетизация полностью всего ресурса и какая-то благодарность автору за лонгрид. Ну, желательно, конечно, в рублях. Уже сейчас. Вы можете открыть сейчас Facebook-страницу Егора Мастовщукова. Он как раз вот выкладывал наши последние результаты. Там все очень подробно написано. Там прям скриншот. По поводу монетизации я лучше сразу перейду к совсем интересным вещам. Смотрите, у нас такая прогрессивная шкала. Как я говорил, у нас секта. Как я говорил, мы поощряем рабский труд журналистский. К нам часто приходят не журналисты. К нам часто приходят люди, которые просто хотят что-то написать. Как правило, они не всегда умеют писать. Как правило, мы ими занимаемся, потому что их история просто очень интересная и нельзя ее списывать с счетов. Поэтому, кроме уникальных случаев, мы, как сам издат, первые один или два текста берем бесплатно. Платить мы начинаем со второго, соответственно, или с третьего текста, если мы понимаем, что ну все, мы друг друга очень полюбили и мы вместе работаем. Потому что, конечно, сам издат, батенька, да вы трансформер, это такой абсолютно отряд самоубийц. С монетизацией в режиме полной турбулентности мы сейчас живем, учитывая отсутствие инвесторов и кого-то еще, учитывая, что у нас просто есть контент-студия, теперь, которая позволяет нам хоть как-то жить. Вот, не знаю, мне уволиться из GQ и Егору не работать в снобе. Но, поверьте, это, в общем, очень все непросто и тяжело. Вот, так что, если тут есть какая-то бесплатная еда, то это было бы очень кстати. Так что, все обсуждаемо. Абсолютно. Пишите. Вот, кажется, да, молодой человек. Здравствуйте. Здрасте. Вот бывает так, знаете, то, что ты пилишь-пилишь интервью какое-то большое, но у тебя вылезает там на 30 тысяч букв. Погромче. Я их слышу. Да, но у тебя, в общем, очень большое интервью, и ты понимаешь, что у тебя там в каждом абзаце, в каждом вопросе есть какое-то новое знание, там, метафоры, какие-то обороты, но в то же время удержать даже там свое собственное внимание на этом интервью, там, середина уже становится невозможным. Как вы думаете, вот вашу модель, которая, в принципе, такая универсальная для лонгрида, можно ли адаптировать к интервью? И если можно, то как? Более-менее убежденно по поводу лонгридов вы сказали, интервьюером я себя лично считаю по-прежнему хреновым и умить интервью. Мне кажется, там, зависит опять же от того, о чем оно. Ну, допустим, я не знаю, мы берем какое-нибудь ведомственное интервью отраслевое в коммерсанте, да, там, начальник ракетно-строительного завода рассказывает о показателях, там, и каких-то бизнес-конфликтах, и что-то еще. Деловое интервью, скажем так. Чисто деловое интервью. Чисто деловое. Да, формат, формат РБК и так далее. Ну, мне всегда сложно читать такие интервью. Я думаю, что может быть дело в верстке. Возможно, дело в том, как ты ставишь блоки. Если оно реально длинное, может быть, просто по смыслу разбить его на блоки. Ну, и серии там о конфликте с акционерами, не знаю, о бизнесе, о конфликте с конкурентами, о чем-то еще. И часто, наверное, я бы не делал интервью супер длинным, правда. Я бы делал его короче и просто делал бы какие-то совсем сжатые куски. Возможно, так это будет работать лучше. Ну, то есть киношные фишки туда как-то интервью как-то тяжело. Ну, нет, круто поспорить со спикером, я не знаю. Или сначала наделать его комплиментов, потом спросить его какую-то самую жесткую вещь, которую только можно спросить у своего спикера. Я не буду даже называть ее здесь, мне кажется, она вообще нас закроет. По-разному. Это же о том, как вы строите беседу, да. Вы можете там, не знаю, заманить человека в свою ловушку или сразу как-то его страшно пушить. И я думаю, если ваша беседа сама по себе была очень динамичная и классно работала, то окей, вот это и сработает на бумаге, вероятно. Спасибо. Спасибо. Конечно. Это что-то, да, это вот как Marvel, Тор, у которого был молоток, и его не мог поднять Человек-паук, и вообще никто, кроме Тора. Как тут? Да? Да. Спасибо. Вам спасибо. Мне бы все-таки хотелось, чтобы вопросы задавали в микрофон и более... Ну, вас трудно не услышать. Спасибо вам. Давайте дадим другим. Следующий вопрос. Здрасте. А у меня такой вопрос. Где искать идеи для логолидов, но чтобы это были не социальные или политические проблемы, но при этом потенциально успешные идеи? Не социальные, вы говорите? Не социальные и не политические. И при этом, то есть, если издание не такое большое и у него нет денег судиться с кем-то, то может подать суд. Что сразу про суды-то, господи? Ну, во-первых, есть, когда издания небольшие, есть куча юристов, которые готовы помочь бесплатно. Вот как мы с Роскомнадзором, например, сейчас будем судиться за предупреждение. Нам помогает в этом Магора, например, который ведет нас бесплатно, потому что они правозащитники. Так что, если что, контакты подкинем. По поводу поиска тем. Слушайте, ну, вообще везде, из жизни, если ваши знакомые обсуждают какую-то интересную вещь, новости, Google, берите отовсюду. Ведь почему? Ну, не нужно затачивать, не нужно свой фильтр настраивать только под политику или социальные проблемы. Ну, не знаю, откройте Стрелка-магазин, посмотрите что-нибудь про молодых архитекторов. Да, серьезно, со мной жизнь буквально подсказывает и подкидывает темы. И уж извините за банальщину такое. спасибо. Спасибо. Давайте еще два вопроса и пойдем на перерыв. К слову, о бесплатной еде у меня есть два обычных брода, поэтому, если вы голодны, я подбегу к вам после лекции. Спасибо. Вот за это мы любим своих читателей. семья. И такой, наверное, очень банальный вопрос, но все-таки можно ли работать над чем-то еще во время работы над лонгридом? Получается ли? Смотрите, это очень некомфортное существование, абсолютно некомфортное. Вот у меня сейчас в отеле стоит открытый ноутбук как раз с недописанным текстом. Я чувствую себя поганейше, если честно, и ужасно. Работать можно, но будет просто очень тяжело. И вот, кажется, у девушки был вопрос. Да, держим пальто. Спасибо. Спасибо большое вам за выступление. Подскажите, пожалуйста, когда люди чаще всего читают лонгриды? То есть, например, какие-то краткие новости, они читают на бегу, ну, чаще всего. Книжки читают там вечером на диване. Когда читает человек лонгрид? Говорю по нашему опыту. У нас они хорошо в понедельник и среду идут. На пятницу нам жалко ставить тексты. Иногда бывает, кто-то насохраняет себе кучу всего на выходные, допустим. И еще вопрос в том, где они их читают, да, например. Я часто какие-то журналы себе собирал в пятницу вечером и потом в выходные их спокойно себе дочитывал. Но иногда дочитывал через выходные и так далее. Так что тут варьируется. Спасибо вам большое.